Девушки отдыхают Девушки отдыхают Визит состоится по приглашению федерального президента Александра Вандербеллена. Зеленский также встретится с канцлером Австрии и председателем парламента. Украинцы живут по ту сторону линии соприкосновения, а именно лучше. Девушки отдыхают Совместные инспекции в районе поселка Шумы по требованию незаконных вооруженных формирований. Они заявили о нарушениях с украинской стороны, которые провергли в ОБСЕ. А поездку на позиции в итоге сорвали сами же незаконные вооруженные формирования. С начала суток режим прекращения огня на Донбассе не нарушали. При этом вчера незаконные вооруженные формирования три раза стреляли по украинским позициям возле Авдеевки и Марьинки. В штабе ООС отмечают, обстрелы были неприцельными и носили провокационный характер. Пострадавших нет. Кроме этого, военные объединенных сил заметили со стороны неподконтрольной территории беспилотник. В районе населенного пункта Пищевик был выявлен ворожий БПЛА, что перетнул линию размежевания. Засобами радиоэлектронной борьбы беспилотник противника было подавлено. От начала поточной добы, 15 вересня, на всех делянках фронта спостерегается тиша. Порушения домовленостей, которые вступили в действие 27 липня 2020 года, не зафиксированы. Вместо ночлега на КПВВ пункты временного проживания. В Донецкой области планируют открыть в социальных учреждениях мини-гостиницы для ожидающих пропуска на неподконтрольную Украине территорию. Поскольку из-за ограничительных списков со стороны незаконных вооруженных формирований люди по несколько суток не могут пересечь линию соприкосновения. В областной госадминистрации хотят обезопасить людей и призывают их не оставаться на ночь на пунктах въезда-выезда. В понедельник, чтобы проехать на неподконтрольную территорию, на КПВВ Новотроицкое ночевали 15 человек. Пункт Еленовка по ту сторону откроют только в эту пятницу. 49 инфицированных коронавирусом выявили в Донецкой области за минувшие сутки. С начала эпидемии там уже 2150 случаев заболевания. В Луганской области общее количество пациентов с COVID-19 превысило 600. Несмотря на то, что регионы находятся в зеленой карантинной зоне, в некоторых населенных пунктах и отдельных учреждениях из-за вспышек заболевания усиливают ограничения. Закрываются школы, хостелы и кафе. В отдельных районах Донецкой и Луганской областей сообщают о 3253 случаях COVID-19 с начала пандемии. Культура и шоу-бизнес в условиях пандемии. Представители отрасли, офис президента, Минздрава, а также Министерство культуры и информполитики договорились разработать четкие требования к проведению массовых мероприятий отдельно для каждой карантинной зоны. Сотрудники креативных индустрий, продюсерских центров и организаторы концертов просят создать прозрачные условия работы и наказывать нарушителей. А также пересмотреть налоги для культурной сферы, поскольку из-за пандемии она понесла значительные убытки. Глава офиса президента Андрей Ермак отметил, что власть понимает необходимость поддержки в сложный период. Дуже важно все, что вы делаете, и мы открыты до диалога. Сейчас весь мир учится жить в новых условиях, но история неодноразово доводила, что наибольшие прорывы происходят именно в кризовые периоды. Поэтому давайте вместе с усилиями искать нестандартные решения. Российский оппозиционер Алексей Навальный планирует вернуться в Россию и продолжить свою миссию. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя спецслужб Германии, близкого к Навальному. Накануне его состояние улучшилось. Политика отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, и он уже может ненадолго вставать с больничной койки. Вслед за Германией, Францией и Швецией подтвердили, что Навального отравили новичком. Россию призвали сотрудничать с международным расследованием. Он полностью осведомлен о своем состоянии, понимает, что произошло, и осознает, где находится. Он не планирует эмигрировать в Германию, хочет вернуться домой в Россию и продолжить свою миссию. Новая гоночная трасса вместо старого стадиона. Винница теперь может принимать крупные соревнования по дрифтингу. За звание лучшего в этот раз боролись 14 автогонщиков из пяти областей Украины. Но в следующем году организаторы ждут еще больше участников. Рев моторов и запах жженой резины. Эти автогонщики соревнуются в мастерстве маневренности на огромной скорости. Соревнования именно в черте Винницы проводят впервые. Старый стадион специально переделали под гоночную трассу. Мы здесь сделали большой ремонт, вложили сюда больше миллиона гривен, для того, чтобы мы в Виннице могли проводить соревнования и тренировки для аматоров. Любой человек, который захочет заняться дрифтом, мы можем дать машины, для того, чтобы человек попробовал и принял решение, или он вообще будет этим заниматься. И первые желающие уже испытали себя. Максим любит скорость и без колебаний нажал на педаль газа. Очень круто, очень понравилось. Трасса достаточно скоростная. Есть возможность подучиться, попробовать что-то новое. Очень круто, очень понравилось. В этих соревнованиях все чемпионы. В следующем году ряды профессионалов пополнят новички, которые впервые сели за руль гоночных машин. Арина Кантонистова, Виталий Демец, Винница, Твой дом. Бэби-бум в Одесском зоопарке. Там родилась зебра. Малыш чувствует себя хорошо и уже выходит посетителем вместе с мамой. Кроме того, теленок родился у пары венгерских быков. Пополнение считают подарком ко дню рождения зоопарка и добрым знаком. Зверинцу исполнилось 98 лет. Имена детенышам по традиции выберут посетители зоопарка. Оба малыша в хорошем состоянии. Они очень быстро встали на ножки. У нас эта зебра, это у нее второй детеныш. Она такая заботливая мать. Наш ветеринар наблюдал издалека, скажем так, за процессом. Но не надо было вмешиваться. Все произошло в обоих случаях физиологично. И никаких отклонений не было. Это были все новости к этому часу. Следующий выпуск новостей традиционно смотрите в полдень. А я напоминаю, что страницы телеканала Дом есть в YouTube, Facebook и Instagram. Подписывайтесь и комментируйте. И следите за нами в удобное для вас время. Хорошего вам вторника. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова